здравствуйте дорогие друзья сегодня хотел бы вашему вниманию представить свою самую первую камеру именно на эту камеру мы начинали снимать видео на наш канал также хотел бы поделиться мнениями о ней и рассказать немножко о ее характеристиках ведь это камеры до сих пор есть продажи и до сих пор ее можно купить сразу хочу сказать что когда мы начинали снимать канал то бюджет у нас был не очень большой и следовательно стоял вопрос о том чтобы купить недорогую камеру чтобы она хорошо снимала чтобы было не пиксельное изображение чтобы не было много квадратиков более-менее цвет звук и так далее плюс гладкая съемка так как мы ходим постоянно с камеры в руках постоянно дохождение тряска туда-сюда и чтобы не было дискомфорта в глазах у наших подписчиков стоял вопрос о том чтобы купить камеру которая снимает гладко то бишь 60 fps и выше ну давайте приступим к рассмотрению этой камеры камера называется zt-5e это экшн камера шла на вот такой вот коробочке смотрите вот значит у нас сразу же идет буква боксе такая штучка до сих пор счет новизной пахнет камере кстати всего лишь то больше года пошла вот инструкциям и шла коробочка со всякими дополнительными штучками она пришла мятые видать по таможне проверяли многие штучки выложу просто обозревать их нет смысла самая важная программа . это вот это то что мы берем так хубана закрепляем у нас есть полноценный держатель мало того здесь если посмотреть есть такая штучка сейчас видите она сделала не просто так значит вот эта штука разбирается и вот это крепление подходит к различным шлемом многим мотоциклисты это использует также меня я это использовал в одном из видео где мы делали сплав по реке тары в черногории это прикрепил себе камеру так вот на голову видно видеть сюда вот так и прикрепил короче и все ништяк все круто прям по чипкану снималась ну конечно же в аквабоксе падает качество съемки потому что это стеклышко немножечко накладывает свои особенности и плюс не слышно звук больше к этой камере ничего не шло в камере есть свой собственный встроенный микрофон также здесь есть разъем для микрофона но он имеет нестандартный вид вот значит у этой камеры есть разъем под микрофон вот он ну естественно тут разъем под карту памяти под micro sd и еще один дополнительный разъем micro sd здесь рекомендует десятого уровня или как это правильно называется и первая проблема с которой мы столкнулись на этой камере это запись звука она есть просто отвратительно все видео записывались такие звуки типа что-то такого короче было вот и тогда накопив целых 500 рублей я решил потратиться и заказать на алиэкспрессе вот такой вот микрофон специально для этой камеры эта петличка можно так что повесить он там здесь должен подходить есть переходник специально под эту камеру то есть можно под обычный микрофон используется можно под эту так опа берем камерку и вставляем саму камеру то есть видите подходит но проблема вся в том что он ни хрена не работает либо в этой камере этот разъем вообще не соединен с платой сама камера либо он просто не работает вот с чем мы столкнулись то есть по звуку эта камера ну просто очень плохая всем привет мы находимся в заброшенном бассейне и разбиться здесь не проще пареные репы ну перейдем непосредственно к самому видео и итак самый большой минус в записи видео этой камеры то что она абсолютно плохо видит темноте ну здесь конечно камере трудно передать но она значительно более слепая чем камера на которой снимаю сейчас то есть если небольшие сумерки она вообще ничего не видит в этом конечно есть некоторые плюсы если вы хотите очень темную съемку ну такой себе если честно но в ней есть очень много крутых плюсов и так давайте-ка зайдем настроечки смотрим разрешение видео смотрите она может снимать 60 fps full hd это очень круто а теперь смотрим 120 fps full hd при вы представляете насколько это крутое видео вы спорите зачем столько много а все очень просто если вы снимаете замедленное видео то если вы будете снимать в 30 fps такое видео оно будет просто дерган и 120 fps если вы замедлите видео ровно в два раза она будет такой же гладкая как 60 fps смотрим дальше давайте посмотрим максимальное разрешение максимально вот оно 4к 30 fps ну не знаю насколько здесь хорошая нехорошая 4к настоящая настоящая но пробовала им снимать да в принципе видео немножко покачественнее чем full hd ну смысла нету потому что память забивается плюс 30 fps все так вот дребезжит бежит но здесь есть например вот 60 fps 2 с половиной к то есть и качество и гладкость съемки но опять же это нестандартное разрешение ну при желание можно им снимать также тут есть различные дополнительные особенности типа супервью извиняюсь за мой английский вот это скажем так особое какое-то разрешение немножко не шарю конечно извиняйте ну и конечно же если вы хотите очень медленное видео снимать например то как сверкает молния такого трога то здесь есть например такое разрешение это просто hd но зато он и снимает в 240 повторяющего с 240 fps это очень высокое количество кадров в секунду это очень круто я считаю для такой камеры и соответственно эта камера снимает достаточно гладко то есть резких дерганий нету также еще хочу отметить что камера во время съемки видео не зависает то есть это смысле не отражается это на видео если вы например там снимаете у вас там резко произошло какое-то зависание то это на видео не отражается видео не будет лагать она будет как снималась так и будет сниматься другие зависания конечно присутствуют бывает такое если по камере стукнуть бывало нас такой на заброшках стукнули камеру и она сразу же переставала писать видео да ну китайская что поделать ну давайте пойдем дальше кстати фотки она делает очень хорошие в темноте несмотря на то что камера слепая но фотки на делают просто отличные просто великолепные именно в темноте все видно все хорошо даже глаз не видит ваша камера видит здесь тоже различные разрешение фотографии 4 на 3 16 надеюсь он есть вот тоже можно выбрать здесь поиграться качество видео естественно очень хорошие выбираем что все очень хорошо было качество фото мы тоже очень хорошие так значит стабилизация что самое интересное стабилизация тут есть она электронная естественно оптической стабилизации в принципе на экшенках практически не бывает это большая редкость давайте-ка вам покажу как это работает итак у нас на камере включена стабилизация и давайте-ка посмотрим посмотрите внимательно и забор на изображение конечно не прям хорошо видно но сейчас резко дерну камеру вы видите что он как бы чуть-чуть заглаживает видео видите она чуть-чуть подтягивает изображение вначале происходит резкая смена изображения потом на чуть-чуть вот дотягивает то есть если мы будем так аккуратненько двигать она будет немножко сглаживать изображение и это очень круто для дешевой экшен камеры продолжим дальше рассмотрение настроек детектор движения есть реагирует на движение там и запись скорее всего начинается никогда не использовал не могу точно сказать что это длительность воздействия значит что такое а но это скорее всего хрен его знает не могу сказать короче в этом всякие названия цикличная запись вот так же здесь можно настроить еще не настраиваешься но это надо можно включить медленную запись но для медленной записи нужно построить настройка чтобы камер снимал в 120 или 240 fps можно также низкий свет настроить но я естественно выключал низкий свет то что камеры так слепая также обратный таймер который включает по таймеру камеру так вот здесь всякие такие настройки типа частота освещения стандарт tv информация на экране просто экспозиция можно если вы снимаете на те или когда слишком ярко ее тоже можно настроить подкорректировать и принципе будет более-менее здесь также еще есть дополнительные эффекты если у вас нет никаких видеоредакторов можно здесь эффект сепи и искусство негатива все это тоже можно здесь фильм семидесятых например может посмотреть как это будет выглядеть видеть вот так вот в 70-х годах оказались но где-то примерно через полгода пользования этой камерой случилась третья беда которая меня заставила уже задуматься о новой камере именно той на которой сейчас снимаю а именно то что камера стала снимать как мыльница ну я вначале потому что она запотела попытался вскрыть естественно это не получилось вскрывается камера стать очень легко это то никаких винтиков здесь нету достаточно только ее поддеть если у вас конечно есть ногти опа опа вот и вот она превращается в такую штучку но естественно сама линза этот рыбий глаз тоже кстати очень достаточно серьезный минус в этой камере что он не снимается он вроде как заплатил но нет я отнес камеру в мастерскую потратил полторы тысячи а это я вам скажу это одна треть стоимость этой камеры они разобрали городу тянчу не запотела показали протерли все чтобы выполнение работы то было и показали что кажется на матрице какие-то пылинки которые со временем дали такой вот сбой дали небольшую расфокусировкой этой камеры ну с этим уже к сожалению ничего было не поделать это надо было менять матрицу камера но вы сами понимаете это мне бы обошлось дороже чем стоимость этой камеры кстати стоимость этой камеры в то время как я покупал было всего лишь что помню 7000 рублей плюс у меня была скидка и она обошла от нее в 6500 помыли в 6400 что-то в этом духе давайте начнем расскажу немножко вам о аксессуарах этой камеры в самом начальном наборе дается всего лишь аквабокс и такая вот ножка практически больше ничего нету также даются два аккумулятора который кстати держит очень плохо одного аккумулятора в активном пользовании ну примерно где-то на один час чуть чуть больше хватает ну если делать съемку на постоянке без перерыва также давался такой вот аквабокс который на самом деле не протекает я на эту камеру снимал под водой и в принципе все обошлось все было достаточно хорошо и чуть-чуть со временем я закупил такой микрофон который кстати именно был предназначен для этой камеры но он либо он либо сама камера оказался не рабочий хотя вроде бы проверял и вроде бы он работал скорее всего значит разъем на камере оказался не рабочим также я купил вот такую селфи-палку вот она немножко провалась чуть-чуть вот и с ней было очень удобно потому что в аквабоксе ничего не слышно а тут так вот и вентил камерку и вот пожалуйста идешь вот так вот и снимаешь плюс можно еще держаться двумя руками чтобы дополнительно руками ее стабилизировать но она снимает 60 fps и поэтому все достаточно очень четко снималась красивая картинка не очень сильно дергалась итак финалочка что значит заключение могу сказать вот об этой вот камере снимает для своей цены достаточно неплохо плюс здесь очень огромный спектр выбора разрешения камеры можно выбрать full hd 4k также можно выбрать чтобы раснов 30 fps 60 fps 120 fps и в hd разрешения 240 fps целых а это очень даже неплохо для камеры за 6000 рублей но к сожалению она очень плохо снимать темноте практически ничего не видно также при ярком освещении тоже снимает достаточно плохо очень плохая цветопередача ну и запись звука здесь просто ужасно и ничего не слышно достаточно сильный шум но хочу отметить что из тех дешевых камер которые стоят где-то меньше 7000 рублей в принципе эта камера должна себя оправдывать потому что это спортивная камера она рассчитана именно на съемку именно на съемку экшена что вы будете осуществлять какие-то резкие действия и манипуляции именно для этого здесь есть настройка 120 и 240 fps ну а на этом все с вами был канал иной взгляд подписывайтесь на наш канал ставьте лайки а также подписывайтесь на дружескую группу забытый век там вы найдете интересные картинки и фотки заброшенных объектов до новых встреч